На зимнем подиуме вовсю кружились в сарафанах. Оно и понятно, эту удобную одежду на каждый день легко трансформировать и получать совершенно новые образы. Давайте со стилистом разбираться, какие модели в тренде и как лучше их носить. Действительно, в этом сезоне дизайнеры экспериментируют вовсю. Это и гладкие текстильные материалы, и бархат, и замша, и шелк. В данном случае может быть интересной, например, ширина прители. Она может быть широкая, может быть узкая, совсем тоненькая. Подскажите нашим телезрительницам, как им лучше подобрать свой сарафан мечты и приукрасить свои достоинства, но скрыть недостатки. Если девушка обладает фигурой прямого типа, лучше выбрать и сарафан прямого силуэта, приблизительно вот такой формы, как наша. Если же девушка обладает фигурой песочной часы, для таких девушек я бы посоветовала выбирать сарафаны, которые подчеркивают талию. Это сарафаны X-образного силуэта. А вот девушкам миниатюрным нужно учитывать все-таки свой рост и выбирать сарафан с учетом обуви. Если, например, обувь на плоском ходу, то тогда лучше сочетать с сарафаном коротким. Если же у вас есть высокие каблуки, то, в принципе, вы можете позволить себе одеть и длинный сарафан и длину миди, потому что в данном случае пропорции будут соблюдены. А сейчас предлагаю провести мастер-класс. Расскажите, как выигрышно можно преподнести этот сарафан? В данном случае мы использовали блузку слегка прозрачную, за счет этого образ получился нарядный и женственный. Но это не единственное решение, потому что мы можем использовать, например, водолазки. Если мы сочетаем с розовым, то получается очень, опять же, нежный образ. Это такое диоровское сочетание серого с розовым. Если же мы выбираем, например, водолазку синего цвета, то образ получается более сдержанный, более холодный. И поддержать образ можно, например, с помощью цвета в колготках, что самое интересное. У многих сарафан ассоциируется со школьной формой. Как избежать этого стереотипа и создать стильный образ? Можно использовать противоположности, можно разные актуальные фактуры. Например, сарафан мы сочетали с актуальной водолазкой, которая имеет полоску и блеск. Если вы будете сочетать с белой рубашкой, но, например, дополните образ украшениями, модной прической, модной обувью, образ все равно будет выглядеть современно. Я смотрю очень яркие, необыкновенные образы, кожаные сарафаны. А в данном верхний офис – нижний спорт. Прокомментируйте свой выбор. В нем легко можно увидеть такую современную девушку в офисе. И в то же время этой девушке будет очень комфортно и удобно в спортивной обуви. Кожаный сарафан, такой насыщенного зеленого цвета, под цвет глаз нашей модели. И сочетали его с удобным трикотажным джемпером. Подобрали также синие колготки, синие обувь. И образ получился таким достаточно сдержанным, но в то же время интересным. Выручит ли наш сарафан, если мы хотим отправиться куда-то на вечер? Сарафан – это прекрасная находка для вечернего мероприятия. Мне очень нравится вот этот вариант, потому что здесь вот эти тонкие бретели, они на самом деле настрочены наверх. Мы можем подобрать такие аксессуары с блеском. Это сумочка, это обувь. Мы выбрали кроссовки. Это сейчас поддержку спорта, здорового образа жизни. Такой базовый вариант сарафана. Черного цвета – это универсальная вещь. Дополняя аксессуарами, дополняя блузками различного цвета, мы получаем множество разных вариантов. Как видите, сарафан сегодня не атрибут школьной формы и даже не русский народный хит, а стильная вещь в гардеробе современной девушки, которая успевает и на работу, и на свидание, и даже выйти в свет. Будьте стильными и неповторимыми. С вами были Ольга Демидова, Анастасия Макеева и Ленин Бартеньев.